В студии Кукол продолжает свою работу и у нас в гостях министр здравоохранения Нижегородской области Александр Валентинович Корцевский и тема сегодняшнего разговора модернизации здравоохранения. Александр Валентинович, здравствуйте. Добрый день. Сегодня много говорится о необходимости модернизации системы здравоохранения. Как ведется эта работа в Нижегородской области? Мне хотелось бы сказать о том, что Минздрав только в этом году продекларировал, что в ходе программы модернизации должна быть создана трехуровная система здравоохранения. То есть это первичная, специализированная и высокотехнологичная медицинская помощь. Мы по этому пути идем уже пять лет. И продвинулись в этом плане очень хорошо вперед. И, собственно говоря, последняя комиссия Минздрава, которая у нас была в августе текущего года, она убедилась в том, что мы действительно идем достаточно активно и в определенном отрыве вперед от других территорий. Программа модернизации сама по себе акция беспрецедентная. 10 миллиардов 800 миллионов в первоначальном варианте. Но в силу того, что в текущем году мы очень активно занимаемся реализацией, значит, сейчас у нас проходит пересогласование очередной программы модернизации. Нам федеральное министерство добавило еще 430 миллионов. Суть не просто закупить оборудование и не просто отремонтироваться. Нужно еще и приготовить кадры, которые могли бы работать на этом оборудовании. И самое главное, выстроить вот эту вот трехуровневую систему, которыми мы занимаемся уже пятый год. Помимо первичного звена медицинской помощи, 21 межрайонный центр мы создаем. Это центры как многопрофильные, так и монопрофильные, с тем, чтобы специализированную помощь приблизить к населению. И, собственно говоря, третий уровень – это высокотехнологичная медицинская помощь. Ей занимаются при наличии соответствующей лицензии наши областные учреждения и ряд городских учреждений, которые находятся в городе Нижнем Новгороде, которые имеют соответствующие лицензии. Нужно сказать о том, что в целом по программе, ну вот до внесения, по крайней мере, последних изменений, в связи с очередным уведомлением о том, что нам еще поступят средства, более пяти тысяч оборудований, причем оборудование высокотехнологичное. Ну, я приведу всего одну цифру. Но достаточно сказать, что только компьютерных томографов. Мы 21 закупаем, и этот вид диагностической услуги, он практически перестает быть дефицитным на территории области. Это ангиографические установки. В этом году мы еще одно первичное сосудистое отделение открыли к шести уже имеющимся. И наша задача накрыть вот этими межрайонными центрами, особенно первичные сосудистое отделение, межрайонные травматологические центры, всю территорию области, с тем, чтобы люди, которые нуждаются в том или ином виде помощи, могли в кратчайшие сроки быть доставлены в эти больницы, и, соответственно, им была оказана квалифицированная помощь. Более того, вот в рамках последнего транша финансирования мы планируем межрайонные центры оснастить реанимобилями, с тем, чтобы не машины, не кареты скорой помощи доставляли этих пациентов, а с тем, чтобы по вызову наши реанимобили, реанимобили межрайонных центров забирали этих пациентов на себя, оказывали им по ходу транспортировки уже, соответственно, качественные услуги, ну и дальше по прибытии в стационар со всеми вытекающими, так сказать, стандартами, которые положены, все это должно быть соблюдено. Задачу программы модернизации три основных. Первая – это укрепление материально-технической базы, которая сводится к проведению капитальных текущих ремонтов и закупке медицинского оборудования, я уже об этом говорил. Вторая задача – это создание медицинской информационной системы. Здесь нашим подрядчиком является федеральная структура Ростелеком, поэтому никаких сомнений нет в том, что мы в этом году это реализуем. И третья задача – это повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, которая фактически сводится к дополнительным выплатам, к заработной плате узким специалистам, которые работают в поликлинике, которые, соответственно, ведут практический прием наших пациентов. Вот три задачи. А что касается нового оборудования, новое оборудование будет закуплено. Нужно как-то переучивать, скажем так, специалистов, чтобы они могли работать над оборудованием? Совершенно верно. Но нужно не только переучить. Высокотехнологичное оборудование такое, как компьютерные томографы, магниторезонансные томографы, рентгеновская аппаратура, ангиографы. Во-первых, для них требуется подготовка к соответствующей помещению для его установки. И самое главное, естественно, должны быть специалисты, которые могут работать на этом оборудовании. Поэтому при заключении контракта на поставку непременным условием является подготовка наших специалистов с тем, чтобы к моменту установки оборудования специалисты уже были обучены и готовы к работе на этой аппаратуре. На данный момент сколько человек уже получили вот это вот, пришли обучение? Ну, я сейчас не могу точную цифру назвать, честно говоря, не готов. Это несколько сотен врачей. Много. Это точно, и врачей средних медработников, собственно говоря. Задача в одном стоит с тем, чтобы к моменту ввода в эксплуатацию оборудования специалисты уже были готовы и начинали работать. И здесь нельзя не сказать о том, что очень серьезное подспорье нам в части кадрового обеспечения оказала программа, которая была принята по инициативе Валерия Павловна Шанцева. Это программа социально-экономической поддержки молодых специалистов. По состоянию на 1 января 2012 года у нас 697 врачей пришло по этой программе. И в этом году еще 234. То есть практически тысяча молодых специалистов вот за эти 6 лет пришла. Они проходят соответствующее обучение, соответствующую практику. То есть это достаточно серьезная армия в части закрепления кадров. И вот буквально в пятницу в Ярославле был Координационный совет двух федеральных округов Приволжского и Центрального, где как раз обсуждались проблемы после дипломной подготовки специалистов. В общем-то мы убедились, что в этой ситуации наша область выглядит очень и очень позитивно. В части привлечения молодых специалистов, в части закрепления их на местах. То есть получается у нас в области нет нехватки медицинских кадров? Нет, этого нельзя сказать. Нехватка медицинских кадров у нас есть. При том, что у нас практически 10 тысяч врачей на данный момент работает. Явно, что нам нужно еще минимум 2,5 тысячи. То есть это 25% дефицит, это совершенно очевидная цифра. При этом по средним медработникам ситуация гораздо лучше. У нас 6 собственных медицинских училищ областного подчинения, которые готовят средних медицинских работников. Укомплектованность по среднему персоналу у нас колеблется от 95 до 98%. Ну, в разные периоды времени. Вот, поэтому, конечно, привлечение кадров, молодых кадров, новых специалистов, безусловно, это задача насущная. И область делает все для того, чтобы эту задачу решать. Причем в целом в социальной сфере. А отрасль здравоохранения, являясь отраслью в социальной сфере, естественно, тоже принимает участие в реализации этих программ. Александр Валентинович, а вот если говорить о службе родовспоможения и, например, о службе детства, как ведется эта работа? Я слышала, что у нас в области уже приступили к ухаживанию малышей с очень низкой массой тела. Сколько детей уже удалось спасти и как ведется эта работа? Значит, это совершенно верно. Нужно сказать о том, что по поручению президента не менее 25% средств под программу модернизации должно было быть направлено на службу детства и родовспоможения. У нас этот процент составляет 28. Больше. При этом мы организуем отделение патологии новорожденных и отделение реанимации на базе 40-й больницы, 1-й детской городской и областной детской. Это вот как раз для выхаживания маловестных детей и детей с критической массой тела. Нужно сказать о том, что с 1 января наша область однозначно перешла на новую систему регистрации младенческой смертности. То есть теперь регистрация идет от 500 грамм и выше. Да. В этой связи, естественно, у нас показатели несколько поплыли, не в лучшую сторону. То есть они, естественно, увеличились. Естественно, увеличились. Но что касается оснащения, сейчас реализуется еще в рамках нацпроекта здоровья программа неонатального скрининга, которая позволяет на ранних сроках беременности выявлять патологию, вкладая, соответственно, принимать действенные меры. Это с одной стороны. С другой стороны идет мощный, вернее, уже закуплено. И, кстати говоря, и в рамках областной программы совершенствования службы детства и родосможения. Это 6-7-8-е годы также много оборудования было закуплено. То есть на сегодняшний день родильные дома, больницы оснащены необходимым оборудом для того, чтобы, во-первых, иметь максимально диагностические возможности. Во-вторых, естественно, если идут преждевременные роды, оборудование и те стандарты, которые мы внедрили и подкрепили, самое главное, их реальным финансированием, естественно, это достаточно уже высокие такие медицинские технологии, которые позволяют выхоживать на доношенных детей и с низкой, и с критически низкой массой тела. Ну и последний, наверное, вопрос, Александр Валентинович. Подведем итог. Что получат в итоге жители Нижегородской области, мы, пациенты, от модернизации, в результате модернизации? В результате модернизации, первое, безусловно, должна повыситься доступность медицинской помощи. Второе, безусловно, должно повыситься качество медицинской помощи. И третье, выстраивание вот этой вот трехуровневой системы, первичной медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и высокотехнологичной медицинской помощи, она позволит, опять-таки, при сохранении первого двух критериев, определенную логистику, то есть определенную маршрутизацию движения пациентов, она разработана и она уже, собственно говоря, картирована, и все районы знают, все межрайонные центры знают зоны своей ответственности, зоны, откуда они должны принимать пациентов, с тем, чтобы любой гражданин ясно понимал, что, обратясь в поликлинику, обратясь в центральную районную больницу, даже обратясь на ФАП, совершенно четко ему должны объяснить, в зависимости от того состояния, в котором он находится, в зависимости от той патологии, которая у него будет выявлена, что он получит своевременное, полное, в соответствии со стандартами, качественное лечение. Большое вам спасибо за интересную беседу, Александр Валентинович. О том, как развивается система здравоохранения, мы поговорили с министром здравоохранения Нижегородской области Александром Валентиновичем Корцевским. А студия Купол продолжает свою работу. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok